красный диплом это показатель того что ты потерял время в вузе было слишком легко и ты выбрал вуз неправильно так вот эта сказка о потерянном времени видео про мой красный диплом вы можете посмотреть по ссылке в уголке или в ссылке в описании а сегодня я расскажу о том что я упустил и что я мог бы сделать иначе вузе сразу же хочу заметить что я не виню свой вуз вина полностью на мне и более того меня даже пытались слегка направить в другой вуз но я тогда не прислушался к этому совету но возможно это видео поможет вам выбрать правильный вуз или правильно провести время в вузе а если вы уже закончили вуз то пожалуйста пишите в комментариях о чем жалеете вы и первая и самая очевидная штука это сам вуз и не грех жаловаться на сибирский федеральный университет со своим дипломом я легко переехал в германию и образование мне дало хороший старт карьере но тем не менее есть вузы и получше и в стране и в мире я мог бы попытаться поступить петербург или в москву или вообще за рубеж что есть в принципе такая возможность была и я наверное об этих возможностях даже знал но как-то не примерял их на себя и вообще в принципе это наверное по рассказу будет дальше видно что это в принципе наверное моя черта характера было по крайней мере то есть я в принципе даже не пытался поступить в какой-то другой вуз там подать документы подать какие-то свои баллы пытаться готовиться куда-то съездить посмотреть то есть вот у меня был этот вуз он казался что зачеркивает все чекбоксики то есть рядом с домом ну или по крайней мере в одном городе техническая специальность хорошо котируется вуз и есть военная кафедра все идем то есть никаких больше других вариантов я в принципе особо не рассматривал ходят слухи что для работы программистом высшее образование не обязательно я по этому поводу никаких заявлений делать не буду у меня то высшее образование есть я не могу сравнить однако без обучения тоже не получится учиться можно не только в университете есть еще и длительные онлайн курсы если вы интересуетесь разработкой под мобильные устройства может быть хотите сменить работу или только начинаете свой путь в программировании для вас есть предложение даже два у гиг брэйнс есть два факультета по программированию под мобилки подай уэс и под android на первом изучают свифт и обжекте все на втором java и котлин в дополнение к языкам изучают тонкости платформ фреймворки учат писать чистый код и готовят к собеседованию про важность мобил рассказывать то наверное не стоит мои видео половина людей смотрят именно с телефонов гиг брэйнс в договоре подписывают гарантию трудоустройства и возвращают деньги если не находишь работу ну а если ты платишь налоги то можно вернуть еще 13 процентов от стоимости через налоговый вычет осталось только определиться что тебе нравится больше айос или android ну а по ссылочке в описании все зрители получат приятный бонус все условия внизу и второй момент эта специальность моя специальность это информационные технологии в геоинформационных системах то есть там готовят специалистов которые будут работать с географически привязанными данными распространение чего-нибудь там распространение дыма по вашей территории учитывая рельеф и вот это вот все то есть там как привязать плотину если вы будете вдруг ее строить привязать карте я имею ввиду как определить что где-то там происходит пожар и как он конкретно будет распространяться и в принципе на этой специальности по этой специальности людей готовят то есть там были все необходимые предметы там была вся необходимая практика и собственно тогда нас обучали работе с теми программами с которыми эти специалисты должны работать то есть тут нареканий нет нареканий опять-таки ко мне зачем я ее выбрал да то есть рядом была специальность там вычислительные комплексы и сети радость рядом с была специальность big компьютерной безопасности рядом была специальность прикладной математики где было гораздо больше и глубже возможно давали программирование люди там программировали и на ассемблере и программировали много носи читали кнута книжку читали книжку дракона писали различные компиляторы писали и решали различные алгоритмы которые потом спрашивают во всяких гуглах например у меня этого всего ну не было то есть алгоритмы у меня были очень очень базовые компиляторов у меня не было ассемблера у меня не было си у меня был настолько поскольку и по сути нас доучили как бы работать со списками то есть вот это каноническое задание носи и все больше мы не особо ничего не делали потому что нам это по нашей специальности особо нужно и не было вот то есть внимательно выбирайте специальность когда вы поступаете в вуз также следует заметить что есть возможность перевестись на другую специальность то есть в принципе если вы куда-то поступили это не обязательно вы там должны учиться возможно это будет сложнее но в принципе вы можете там до сдать разницу и перевестись на другую специальность где вам возможно будет лучше учиться если вы вдруг поймете что вам нужно именно туда третий момент у нас был курс программирования микроконтроллеров и на первом же занятии преподаватель объявил что у него есть лаборатория в которой есть пара свободных мест и если кому-то вдруг интереснее копнуть поглубже то милости просим можно записаться и программировать как он тогда сказал систему управления спутником то есть можно было спутниковой тарелкой то есть вы могли наводить спутниковую тарелку на какой-то спутник зная координаты где он там висит и написав собственно программ на не написав а создав программно-аппаратный комплекс и мне эта идея очень понравилась но подошел или я хотя бы к преподавателю чтобы спросить а что дальше что требуется как часто эти занятия нет я даже не подошел к преподавателю вообще идея куда-то улетучилась дальше и дальше я собственно с этим не пошел сам курс не на самом деле нравился мы там программировали контроллеры от мала в р на ассемблере этом от мол овском и у нас даже была по моему какая-то контрольная неконтрольная курсовая работа где я выбрал как тему управления микроклиматом в теплице то есть там нужно было подобрать датчики которые потребуются и написать собственно программу раньше интернет был гораздо беднее и датчики я с трудом нашел какие-то там температурные датчики нашел датчик кажется он был цифровой понятное дело что про протоколы там спи и уарт или такие всякие вещи я вообще тогда не знал и наверное нам про них особо не рассказывали и я в общем как-то написал эту программу что-то там посчитал я уверен что программа не работала то есть что мне мешало опять-таки подойти к преподавателю сказать слушайте я не могу найти температурные датчики вообще объясните где почитать как с этим работать чтобы правильно написать программу и как можно проверить что эта программа в принципе вменяема то есть как-то вот так вот все спустя рукава отделалась и на самом деле подходите к преподавателям и спрашивайте преподавателей то есть это их работа вам что-то объяснить по крайней мере подсказать где прочитать и если вы подойдете с правильно заданным вопросом то есть не перед не перекладывая работу на препода а именно интересуясь да то есть спрашивая про направление то хороший преподаватель вам всегда подскажет и вам в принципе потом это зачтется как интерес более того если бы я так сделал то я бы хотя бы знал что программа которую я написал она блин работает она реально помещается в память этого контроллера который там было если не помещается то я правильно написал что нужен мне нужен еще блок памяти то есть этого я ничего конечно же не сделал программа моя не работает но как-то мне ее приняли я не знаю на самом деле было бы круто если у меня не приняли эту работу вот но это уже наверное не на мне следующий момент это английский язык как ни странно то есть я в школе начал изучать немецкий язык и английский язык у меня был вторым языком поэтому меня как бы сразу же определили в группу немцев или там в группу не знают там слабеньких которые начинали изучать английский практически там с нуля или с каких-то очень базовых уровней я блин даже не пытался с этим спорить то есть у меня в принципе был английский на более-менее нормальном уровне и я думаю что он был на достаточном уровне чтобы пойти вот в эту вот продвинутую группу английского продолжающих то есть я пять лет тупо проходил на английский на котором вообще блин никуда не сдвинулись потому что там настолько был разный уровень у всех что что-либо требовать от этих людей наверное от этой группы людей было нереально то есть понятное дело что когда вы обучаетесь в группе хорошо когда эта группа подобрана более-менее ровно если группа подобрана с очень большим разрывом то соответственно преподаватель будет ориентироваться там на среднего студента а то и на слабого студента и в итоге вы там просто пропинаете в этом на этом курсе пятое и последнее это дипломный проект то есть когда вы защищаете диплом инженера вы должны либо представить какую-то новизну научную вашем дипломе либо вы должны выполнить инженерный проект который как бы подтверждает вашу квалификацию мне досталось второе то есть мне дали инженерный проект где мне нужно было взять отсканированные карты в большом расширении и привязать их кто по основе а потом в общем на этих картах там кое-что сделать это уже не так важно и по большому счету я там пару недель провел в такой специальной комнате это там затянутой клеткой фарадея то есть это код к комната для работы с секретными данными а все карты там определенного масштаба в россии считаются секретными собственно поэтому я их в этой комнате с компьютером без интернета и работал даже не подключенном к сети компьютер и более того потом в моей работу как я узнал обнаружена была ошибка и в принципе ее использовать нельзя было идея было в том что я там что-то сделаю и это можно будет дальше использовать но просил ли я опять-таки какой-то другой диплом то есть у меня работа была не связана не я не написал там ни строчки коды это если я хотел стать программистом то я в принципе мог попросить какую-то другую тему где можно было там написать какую-то программу как там делали мои друзья мои сокурсники то есть они писали допустим программу обработки каких-то изображений со спутника тоже чтобы получить там какие-то данные, то есть какие-то накладывали фильтры, чтобы, ну, там, это уже больше обработка изображений, то есть там накладываешь какой-то специальный фильтр математический, который подсвечивает какие-то определенные моменты, делает их более контрастными на этой карте, вот, то есть что позволяет вам как-то понять что-то, да, то есть были какие-то такие задачи, то есть хотя бы где люди писали на C какие-то программы, то есть я тупо прокликал Мюшкой, не знаю, месяц своего времени, потом как-то это все собрал в диплом, вставил туда какие-то картинки и пошел защищаться. И я знаю, что это может показаться, что я безамбициозный и плыву всю жизнь по течению, на самом деле и примерно так есть, но вам бы я хотел сказать, что вообще, в принципе, спрашивайте, всегда есть возможность спросить, а что можно сделать еще, а можно ли сделать еще что-то другое или больше, вот, и выбирайте то, что нужно вам, а не то, что говорят вам вы будете делать, потому что если у вас нет планов на вашу жизнь, то вам кто-нибудь эти планы на вашу жизнь за вас придумает. А какие возможности вы упустили в своем ВУЗе по вашей вине, пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, звоните в колокольчик, а у меня на сегодня все, спасибо, что смотрели, пока-пока. Какие у вас были упущены возможности с ВУЗом в Старбе? Какие возможности вы по вашей вине упустили в ВУЗе? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если это вам интересно. А какие возможности вы упустили в своем ВУЗе? А каком ВУЗе? А какие... Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.